Глава третья. Крымская школа. Эпиграфы. Я точно знала, что не могу без России, без русского театра. Фаина Раневская. Не подумайте, что я тогда исповедовала революционные убеждения. Боже упаси! Просто я была из тех восторженных девиц, которые на вечерах с побледневшими лицами декламировали Горьковского буревестника и любил повторять слова нашего земляка Чехова, что наступит время, когда придет иная жизнь, красивая, и люди в ней тоже будут красивыми. И тогда мы думали, что эта красивая жизнь наступит уже завтра. Фаина Раневская. Москва, Крым. Эпиграфы. Крымский период был началом творческих успехов Раневской. Павла Вульф. Знаете, когда я увидела этого лысого на броневике, то поняла, нас ждут большие неприятности. Фаина Раневская. В дачном театре в Малаховке Фае Фельдман посчастливилась работать лишь один единственный сезон. Шла Первая мировая война. Публика разъезжалась из Москвы подальше от наступающей вражеской армии. Театры закрывались один за другим. Летний не стал исключением. Найти новую работу в Москве у Раневской не получилось. Слишком много было соискателей и мало мест, куда требовались начинающие актеры. Чтобы не умереть с голоду, Раневская с энтузиазмом приняла первое предложение отправиться с гастролями в Крым в качестве артистки антрепризы Елизаветы Андреевны Лавровской, оперной и концертной певицы, звезды того времени. Об этой работе Раневская вспоминала. Первый сезон в Крыму. Я играю в пьесе Сумбатова «Прелестницу, соблазняющую юного красавца». А действия происходят в горах Кавказа. Я стою на горе и говорю противно нежным голосом. «Шаги мои легче пуха. Я умею скользить, как змея». После этих слов мне удалось свалить декорацию, изображавшую гору, и больно ушибить партнера. В публике смех. Партнер, стеная, угрожает оторвать мне голову. Придя домой, я дала себе слово уйти со сцены. К сожалению, в связи с войной антреприза Лавровской разорилась и была закрыта. Гонорары актерам не были заплачены. И Фаина попала в ужасную ситуацию. Оставшись в Керчи без копейки денег, знакомств и возможности купить билет до Москвы, где у нее не было работы, зато были друзья. Для Раневской началось тягостное время скитаний по приморским городам, поисков любой сценической работы и борьбы за существование. И хотя родной Таганрог все это время был в относительной близости от маршрутов актрисы, идею возвращения с повинной головой к отцу Фаина начисто отметала. Она предпочла вести полуголодную жизнь с ее случайными подработками в провинциальных театральных постановках. Когда работы и денег не было совсем, Фаина выходила на барахолку и продавала с рук что-нибудь из своих вещей. Биограф Матвей Гейзер рассказывал «Спустя несколько лет, когда Раневская играла спекулянтку в спектакле «Шторм», журналисты спрашивали ее, где она научилась так торговать. Она ответила «У меня был опыт, начиная с Керчи, Феодосии, в Симферополе». В тот год Россия лихорадила. В феврале грянула революция. В феврале государь-император отрекся от престола. Народные волнения достигли и Крымского полуострова. Приближалось кровавое и голодное время гражданской войны. В конце сентября 1917 года Фаина приехала в театральную столицу Юга России Феодосию, где наконец-то получила интересную роль в спектакле. Однако сыграть ее и получить заслуженный гонорар Раневской снова не довелось. Антрепренер оказался жуликом, сбежал, присвоив всю выручку, полученную за билеты. Скитания продолжались. Для Фаина началось совсем уж суровое время. Настоящего голода и лишений. В это время семья Фельдман поспешно бежала из России за границу на собственном пароходе Святой Николай. У Раневской была возможность уехать вместе с родителями, братом и сестрой, однако она этим шансом не воспользовалась. По прошествии лет, называя главную причину столь непростого решения, я точно знала, что не могу без России, без русского театра. За это решение Фанни Фельдман заплатила очень высокую цену. Своего отца она больше не видела никогда, а мать и сестру встретила спустя четыре десятка лет. Однако Раневская никогда не жалела, что выбрала непростую судьбу российской актрисы.